Добро пожаловать, ребята! Сегодня у нас очень много снега выпало. У нас очень много снега выпало и, в общем, let it snow, как говорится, пусть оно падает. В общем, ребята, мы с вами сегодня поговорим о том, что если мы с вами изучаем иностранный язык, то, конечно же, любой из нас скажет, что замечательные условия — это когда человек берёт просто и едет в страну, в которой говорят на том или ином языке. Если мы хотим учить английский, значит, мы едем в Англию, в Австралию, в Канаду, там, в Америку, и мы, соответственно, будем находиться в языковой среде. То есть на английском это называется language environment. Если это китайский язык, например, то, конечно же, это, может быть, понятно, Китай, может быть, Тайвань, может быть, Хонконг, может быть, там, Малайзия, например, да, там тоже очень много-очень много-очень много китайского языка, Сингапур и так далее. Получается, что практиковать языковой язык замечательно в языковой среде. Конечно же, юян хуан цинь фэйчан зон яда. То есть языковая среда очень-очень важна. Но если таких условий нет, что же делать? Как быть, если языковых условий просто-напросто нет друзей, нет знакомых, нет каких-то иностранцев вокруг, которые могли бы с вами раз просто и поговорить, вы могли бы попрактиковать? Как быть? Как, например, быть, особенно если мы изучаем язык с преподавателем или самостоятельно, и мы не уверены в качестве своего произношения? Что делать в этом случае? Понимают? То есть будут ли иностранцы в дальнейшем понимать ваш, например, английский или китайский? Как быть в этом случае? В этом случае я бы хотел вам продемонстрировать один очень понятный простой инструмент. Этот инструмент называется распознавание голоса. Вот на айфоне, например, этот инструмент замечательно, великолепно просто работает. На андроиде это также есть функция, и она тоже работает. Распознавание голоса здесь, например, на айфоне, это вот просто кнопочка микрофона. Мы ее нажимаем и набираем текст. Как это работает? Здесь фактически есть две составляющие. Первая, это, конечно, Siri. Получается любая, как это называется, система искусственного интеллекта, которая работает по принципу ответа на какие-то простые или более, скажем, чуть-чуть повышенного уровня вопросы. В данном случае я сейчас в первую очередь говорю с вами о системе распознавания просто голоса, то есть набор текста посредством общения. То есть, когда на клавиатуре выбираете турнирный язык, и получается есть функция микрофончика, мы микрофончик нажимаем. And technically, whatever I want to say, you are going to understand. So, if I am thinking of something right away at the same time, you are going to listen to what I say or what I just said, and later on you are going to write down every single word. Is that correct? Period. Ну всё. Вот и всё. Точку мы поставили. Получается, вот сейчас я набрал текст, вот этот вот весь текст, просто благодаря тому, что я вот просто взял и сказал всё, что я думаю. То есть понятно, что, во-первых, это сокращает сильное время, но это впоследствии, когда вы уже натренировались. То есть я вам советую любые фразы, любые слова и выражения, которые вы учите, вы сразу же используете на практике. Это максимально важно при работе с любым иностранным языком. Максимально быстро начать использовать тот или иной язык. Это работает, поверьте, очень хорошо. И в данном случае, в силу того, что, опять же, я говорю, нет возможности общаться с носителем языка, нет возможности общаться не обязательно даже с носителем, с человеком, который хорошо знает иностранный язык, в данном случае английский, вы просто-напросто берёте свой телефон и включаете функцию распознавания речи, и будь то Android, будь то iPhone, благополучным образом набираете этот текст. Суперкруто работает. Замечательно. Ну, а давайте попробуем, например, с китайском. Так, вот я точно так же, я переключаю клавиатуру на китайский язык. Если я сейчас говорю на китайском языке, то вы также можете понимать что я говорю, да? Да? Скажи мне. У меня сейчас я говорил. Если я каждый день общаюсь, то я буду говорить на китайском языке, то я буду говорить на китайском языке, то я буду увеличивать мою языку, да? Да? Замечательно, ребятушки, смотрите. Замечательно. Точно так же, как с английским языком, всё распознаётся, и я сейчас, на самом деле, редко этой функцией пользуюсь, но просто потому что, ну, сейчас как бы мне не очень актуально, я уже напрактиковал, скажем так, что мне говорить-то. Но так или иначе, периодически я всё равно пользуюсь функцией набора, например, когда я думаю о чём-то, хочу план чего-нибудь написать, я использую функцию распознавания голоса, и я просто не сижу, вот так вот набираю, я просто говорю, и всё, машина за мной записывает. Будь то английский язык, будь то китайский язык, замечательным образом всё работает. Поэтому, если это работает, если это практически, practically usable, да? То есть, applicable. То есть, если это... Если это можно использовать, то, конечно же, нужно просто это брать и делать. Вот. Одновременно, конечно, я сегодня уже упоминал инструмент по... Вот. И, кстати, ещё чуть-чуть здесь добавлю, что это в первую очередь работает на отточку вашего произношения. Конечно же. То есть, мало того, что вы повторяете тот или иной материал, который вы уже изучили, вы ещё благополучным образом можете сразу же его применить. Если вы неправильно что-то произносите, если, значит, вас программа не слышит, это что значит? Или слышит неправильно, слова распознаются неправильно. Что это значит? Это значит, что у вас плохое произношение. Это значит, что нужно вырабатывать ещё раз, ещё раз произносить, ещё раз и ещё раз. Опять же, любой современный словарь имеет функцию озвучки того или иного слова. Поэтому повторяем за этой озвучкой. Если, например, откроем... Вот у меня есть китайский, английский словарь. Если мы открываем какой-нибудь словарь, вот, например, в данном случае, ну, назовём ему что-нибудь... Adorable. Давайте назовём слово. Кто знает слово adorable, тот молодец. Так. Adorable. Кстати, вот часто можно также этой функцией пользоваться. Зачем писать, когда можно сказать... Adorable. Ну, то есть, слово нашёл. И вот я смотрю. Перевод. Так, секунду. Вот и наше слово. И вот здесь функция, как я сказал, в любом есть переводчике функция озвучки того или иного слова. Поэтому, если даже у вас нет возможности поработать с преподавателем, если у вас нет возможности пообщаться, поработать с иностранцем, то, конечно, вы просто берёте и включаете эту функцию. Adorable. Adorable. Вот так вот. Всё. У нас adorable работает. Adorable. Всё. Таким образом вы наслушиваете слово, а потом, почему бы вам взять и самим максимально быстро это всё сразу же применить на практике. Набирайте просто текст. Читайте текст. Материалы, которые вы просто читаете каждый день, просто берёте и начитываете их под озвучку. Потом проверяете, смотрите, так, всё ли у меня хорошо, есть ли какие-то ошибки. Так, на этих, на этих, на этих словах у меня неправильное произношение, он неправильные слова распознал. Значит, что? Значит, нужно эти слова повторить, значит, нужно их ещё раз начитать, ещё раз сказать. Таким образом вы будете прогрессировать. Супер круто работает. И в случае китайского, английского, испанского, любого языка. Ну, опять же, в рамках того, какие языки есть на вашей клавиатуре. Ну, скорее всего, всё-таки это вещи интернационализированные, поэтому всё это благополучно работает. Вот такой вот совет на сегодня. Также я вот почти забыл, да, почти забыл про Siri. Конечно же про Siri. Не знаю, сейчас у меня нет на этом телефоне интернета. Не знаю, будет ли работать. Давайте попробуем. А, ну вот он как бы мне говорит, что я не подключён к интернету. Так, ну, так, 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 так. Ну-ка я попробую раздать интернет с другого телефона. Сейчас буквально две секундочки. И посмотрим, что у нас получится. Так, с этого телефона у меня ничего не получится. Нет, с интернет телефона ничего не получится. Так, ребят, ну я думаю, вы поняли. Что касается Siri, то я, пожалуй, запишу это отдельным видео следующей частью. Всё. Всем спасибо за внимание. Ну и не забывайте, что я преподаю английский и китайский языки. Преподаю их и один на один, и в группах. Всё происходит онлайн. Мои студенты, неважно, где они находятся. Кто-то в Самаре, привет, если кто-то смотрит. Кто-то в Москве, кто где, кто в Китае, конечно же. В общем, вот таким вот образом. Всё работает в малых группах по 5, максимум по 10 человек. Чем больше человек, тем дешевле стоит обучение. Может даже 200 рублей стоить всего лишь один час обучения. Вот так вот замечательно. Всё это доступно для каждого. Вот поэтому было бы желание. А дальше всё понятно, ребятушки. Свидимся. Всем пока. Всем пока. До следующего раза. Guys, I'll see you in our next video. Bye. Have a good time.